Всем привет! Меня зовут Валерий Борискин и я приветствую вас на канале Евро за Рубль. Сегодня мы с вами поговорим о таком еще одном ключевом понятии альтернативного волнового анализа, который называется аттрактор. Итак, что же такое аттрактор? Слово аттрактор произошло от английского слова аттракт – привлекать или притягивать. Вспомните хотя бы такое выражение, как аттракцион, где все крутится и вращается. И это действительно так притягательно. Получается, что если говорить простыми словами, то термин аттрактор будет означать что-то такое, что притягивает к себе. Сам по себе термин аттрактор возник из теории хаоса. Значит, вот сейчас я вам зачитаю определение аттрактора из Википедии. В классическом определении аттрактор – это точка или область фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестностей, которые стремятся к ней при бесконечном времени. Вот здесь на графике, на слайде, который вы видите, как раз представлен так называемый аттрактор Лоренца, или странный аттрактор. Значит, нужно понимать, что аттрактором может являться либо притягивающая неподвижная точка, либо периодическая траектория, или некоторая ограниченная область с неустойчивыми траекториями внутри. То есть вот на этой схеме аттрактор будет находиться как раз в самой центре вот этой самой воронки, плоской воронки. Чтобы разобраться поподробнее с этим термином, я предлагаю вам посмотреть двух с половиной минутный отрывок из советского фильма 1986 года производства «Леннаучфильм» под названием «В поисках единства». Здесь даётся определение этого выражения. Смотрим. Классическая наука не интересовалась состояниями, далёкими от равновесия и устойчивости. Всё это называлось хаосом. А где хаос, там нет закона, следовательно, нет места науки. Там нет причинности, и потому нет порядка. Оказалось, есть. Оказалось, хаос порождает структуры. Оказалось, что есть и математический аналог этих невозможных процессов. Его назвали странный аттрактор. И долгое время считали забавной математической игрушкой. Если человечек приседает в такт, то изменение амплитуды колебаний во времени описывается синусоидой. А изменение фазы колебаний происходит по эллипсу. Если же человечек приседает не в такт, синусоида деформируется, а вместо эллипса возникает большое число неустойчивых траекторий. Это и есть странный аттрактор. Странный аттрактор это математический образ, который поднимает завесу над многими внешне хаотическими процессами, показывая, что внутри них часто скрывается порядок. Подобная ситуация возникает во многих сложных явлениях природы, в экологических, экономических и социальных процессах. Без анализа траекторий они поражают воображение своей непоследовательностью и непредвычисляемостью. Итак, мы с вами посмотрели небольшой отрывок фильма «В поисках единства». Я рекомендую, кому интересно, полностью посмотреть этот фильм очень познавательный о единствах форм живой и неживой материи. Ну, а мы возвращаемся к термину аттрактор. Если говорить простыми словами, то, допустим, в природе примером аттрактора могут являться такие явления, как, допустим, водовороты, да, или те же самые вихри и смерчи. Вот в данном случае на изображении мы видим как раз вид сверху и сбоку на такой вот гигантский смерч. Значит, ну и, конечно же, торнадо. В данном случае вид сверху я сейчас не буду говорить, разбирать моменты, в чем разница. Мы будем как бы использовать такое вот общее слово смерч или торнадо. Ну, понятно, что разница у них только в том силе, значит, этих вот таких вот стихийных, природных бедствий, если можно высказать. Дальше, вот мы с вами видим также непосредственно это гигантский ураган вид сверху. Что стоит отметить, что все они возникают в результате резкого смешения холодных, воздушных или водяных потоков с горячими потоками. В результате вот такого резкого смешения возникает область очень низкого давления, ну, которое и, собственно говоря, можно считать аттрактором. Данная область создает вихреобразную воронку вокруг себя и начинает вот, собственно говоря, все затягивать. В данном случае аттрактор, вот эта самая область низкого давления будет находиться ровно в центре этой воронки. Таким образом аттрактором в торнадо выступает область самого низкого давления, которая и притягивает к себе все вокруг. Но область эта еще является и своеобразной осью, вокруг которой образуется вот такое вот вихреобразное вращательное движение в виде воронки. Вот попав в такую воронку, объект начинает описывать в проекции на плоскость траекторию, вид которой и будет представлять собой графика аттрактора, то есть области фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестностей которой стремятся к этой области при бесконечном времени, то есть вот те корабли, которые мы видим здесь, ведут сражения, не замечая о том, что их затягивают в воронку, то их собственно говоря траектории движения они будут напоминать вот эти самые траектории движения вокруг черной дыры, то есть по сути воронка, сама траектория это и получается аттрактор. Вот. Другими примерами аттракторов в окружающем нас мире являются галактики с их ядрами состоящими из сверхмассивных скоплений черных дыр, это самое сверхмассивное скопление черных дыр, они как раз будут находиться в данном случае в центре этой галактики. Почему происходит свечение, значит вот эти самые сверхмассивные черные дыры продавливают, если так можно выразить, в своей гигантской гравитации огромные как бы воронки в пространстве времени и газ который находится вокруг в данном случае начинает вращаться, там газ и пыль возникает трение и газ от вращения начинает светиться. Вот, собственно говоря, получается тем не менее такой же самый водоворот. Ну, а если говорить вообще о глобальном космическом явлении, то существует такой термин, который называется великий аттрактор. Значит, что такое великий аттрактор? В самом деле это такая гравитационная аномалия сверх скоплений галактик Ланиакея, что по-гавайски означает необъятные небеса. А расположен вот этот самый великий аттрактор на расстоянии примерно 250 миллионов световых лет от Земли созвездий наугольник. Значит, здесь мы видим как раз изображение сверхскопления галактик, вот, Ланиакея, это вот сверхскопление, которое находится здесь у нас. То есть, Дева, Центавр, Павлин-Индеец. И рядом с ней находится ещё одно гигантское скопление галактик, называется оно скопление Персей-Рыбы. Так вот, здесь мы видим схему сверхскопления ближайшего к нам видимого селена части сверхскопления галактик. Вот если вот таким, скажем так, немножко отстранённым взглядом посмотреть на это изображение, по мне, так очень напоминает некую такую своеобразную мицеллярную сеть, да, или вот нейронную тоже сеть. Так вот, мы возвращаемся с вами к великому аттрактору. Оказывается, что его масса настолько велика, что не только наша звёздная система, но и другие, множество других галактик, которые находятся в скоплении поблизости, движутся в его направлении, тем самым создаётся вот такой огромный галактический поток в сторону этого самого великого аттрактора. Эффект, который великий аттрактор оказывает на движение наблюдаемых галактик и скоплений, а на самом деле речь идёт, допустим, в сверхскоплении ланиаке входит порядка десяти тысяч галактик, представляете, сколько там соответственно находится звёзд, вся вот это, собственно говоря, движение наблюдается на очень большом участке пространства протяжённостью сотни миллионов световых лет. Так вот, собственно говоря, астрономы провели исследование, и вот что оказалось, вот с вами мы видим как раз график движения вот этих сверхгалактик в скоплении ланиаки. Находится это на самом деле вот здесь, то есть вот эти светящиеся точки галактик, она изогнутая часть, это у нас вот этот участок, то есть вот этот участок у нас отмечен слева более подробно вот здесь. И то, что мы видим, значит, все это движение, оно как раз как бы скатывается, то есть течение вот эти потоки галактические, они все направлены в область вот этого великого аттрактора, который здесь я на изображении представил в виде такой воронки. Если вот посмотреть, то она действительно, она вот всё это дело сюда постепенно движется, притягивается, поэтому называется великий аттрактор. Диаметр вот этого скопления примерно 520 миллионов световых лет и состоит из 100 тысяч галактик. В данном случае все они практически движутся в направлении этого аттрактора. Дело в том, что рядом со сверхскоплением Ланиакея находится ещё другое достаточно крупное сверхскопление галактик, которое называется Персей Рыбы, то есть вот здесь это светящийся участок у нас обозначен справа, здесь он выделен красным цветом, и вот исследования показывают, это уже буквально исследования последнего десятка лет, что траектории движения вот этих галактик, они также направлены как раз в сторону вот этого самого гигантского великого аттрактора. Значит, ну, это мы с вами говорили о природных явлениях, а теперь мы должны с вами перейти непосредственно в финансовых рынках. Почему вообще речь ведётся об аттракторе? Дело в том, что раньше я говорил о том, что все волновые модели являются на самом деле вот такими самыми искажениями спирали, в центре которых формируется, ну, или вихря, да, в центре которого формируется аттрактор. Так вот, в случае финансовых рынков таким аттрактором будут выступать новости, а если говорить более точнее, то вот неожиданное появление важных новостей, вот создает подобные вихри или ценовые спирали, которые мы видим вот здесь на графике. Помните, как было в фильме «В поисках единства»? там говорилось о том, что аттрактор возникает тогда, когда человечек на качелях начинает вдруг приседать не в такт. Так вот, когда кто-то в большой политике или экономике начинает вот подобным же образом приседать не в такт качели, например, как это было в марте 2020 года с ценами на нефть, тогда и происходит вот такие вот скачкообразные движения, которые можно сравнить с таким вот торнадо. Значит, таким образом, что мы получаем? Чем важнее новость, тем дольше рынок будет её перерабатывать, а значит, тем дольше будет существовать вот этот самый аттрактор, вокруг которого и формируется ценовая спираль, создающая наши волновые пакеты. Вот в данном случае волновая спираль, то есть мы говорили о том, что центральная конструкция N это её как бы идеальное равновесное состояние и в зависимости от того, каким образом на рынке произошло как бы выстраивается ценовая спираль, то вот такие разновидности её и получаются. Ну, собственно говоря, об этом мы говорили на прошлых видео, то не смотрел. Рекомендую просмотру музыкового и также что изображено на лого. Ну, а с вами был я, Валерий Борискин. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, всех вам благ, до новых встреч. Продолжение следует...